Четвертый тезис. В большинстве литературы и в большинстве методических материалах, в основном зарубежного происхождения, функцию контроля или вообще приравнивают однозначно, или где-то очень рядом она находится с темой управления рисками. То есть, в принципе, вот этот модный термин, который сейчас пришел к нам от зарубежного, скажем, опыта, контролинг, то, что в российской практике называется внутренний контроль, это практически управление рисками, по большому счету, то есть риск-менеджментом. Такой вывод можно сделать, если, скажем так, изучить достаточное количество литературы. Здесь, в принципе, есть одно простое объяснение. Есть два вида контроля с точки зрения подхода. Есть постфактный контроль, когда вы уже замеряете то, что произошло, и пытаетесь ситуацию исправить, если она вас не устраивает. Но почти все в один голос говорят, эксперты, что самый эффективный контроль не последующий или постфактный, а превентивный, то есть контроль на упреждении, когда вы не допускаете возникновения самой негативной ситуации. Это на порядок сложнее, потому что здесь задействован параметр вероятности. В рисках, кто знаком с темой рисков, там два основных фактора при оценке негативные последствия или ущерба вероятности. И вот с точки зрения вероятности у российских топ-менеджеров сложности. В большинстве случаев достаточно сильно оптимистичный взгляд на окружающий мир. Я предупреждал, что рассказ идет глазами финансиста. Финансисты предпочитают пессимистический взгляд на жизнь в хорошем смысле этого слова. Финансисты должны глядеть как можно, скажем, не циничнее, а реалистичнее. И у финансистов и у риск-менеджеров есть одно золотое правило. Оно звучит так. Все сомнения толкуются в пользу худшего варианта. То есть если финансист или риск-менеджер в чем-то сомневается, он будет действовать по принципу или по сценарию, скажем так, достаточно негативному. И поэтому для нас, как бы, все люди в бизнесе делятся на два типа. Должны быть оптимисты, генеральный директор, директор по продажам, директор по развитию, это оптимист в квадрате, иначе он свою функцию не выполнит. А финансисты, контролеры, риск-менеджеры должны быть пессимистами. И в нормальной компании возникает интересный баланс, как в китайской философии инь и янь. Должно быть на трех оптимистов три пессимиста. Генеральный коммерческий директор по развитию три оптимиста. Финансовый директор, начальник контрольной службы и руководитель отдела управления рисками три пессимиста. Возникает баланс. И владелец играет самую ключевую роль. Владелец – это стрелка весов, которая склоняется в одном решении к команде оптимистов, а в другом решении к команде пессимистов. Почему? Потому что о его деньгах идет речь. Что мы видим в обычной компании? Генеральный директор есть, коммерческий есть, директор по развитию чаще всего есть. Вместо финансовой службы, бухучета, главный бухгалтер. Системы внутреннего контроля нет. То есть три оптимиста, один пессимист. Если еще владелец оптимист, то мы, консультанты, говорим, ребята, это диагноз. С этой компанией могут происходить разные интересные вещи. Я надеюсь, что вы такой немножко прямой стиль не сильно осуждаете. Я пытаюсь излагать кратко и по делу. Собственно, вот и возникает пятый ключевой тезис в этой теме. Кто должен стать правой рукой владельца в организации контроля защиты его интересов? Вопрос, который вы можете обсудить с Михаилом Алексеевичем в конце нашего мастер-класса. Я вам напишу кратко, кто главный по контролю. То есть кто будет архитектором? Кто должен организовать построение этой системы? Кто должен ее внедрить, реализовать? На выбор три кандидата. Михаил Алексеевич, как вы видели, склоняется к мысли, что это HR. Я, как вы видите, склоняюсь к мысли, что это Финдир. Но есть еще третий вариант, наиболее типичный. Это начальник службы безопасности в крупных компаниях. Три кандидата. Вот интересный вопрос вам, чтобы о нем подумать несколько минут и составить свое мнение. Три кандидата. Финансист, HR и служба безопасности. Кто правая рука владельца должен быть в этом смысле? Ну, а я немножко дальше эту тему разовью. Я не случайно вам привел пример, как, скажем так, именуют финансовые службы, в том числе в литературе, по менеджменту, в основном, правда, переводной, зарубежной. Если смотреть на бизнес глазами финансиста, то возникает очень интересная картина. Если вообще говорить о целях бизнеса, то с точки зрения финансового директора, и это должно быть его профессиональное кредо, цель бизнеса должна глазами финансиста сводиться как раз к преследованию целей акционеров. И на финансовом языке, с точки зрения финансового директора, цель бизнеса – это управление капиталом, вложенным в компанию. Самый ценный, самый дорогой ресурс. Если вы представите себя как раз, вот, владельца, наверняка многие из вас так, скажем, и имеют в реальной жизни сейчас, как ситуацию, то капитал – это самое ценное, что у вас есть, мы вложили его в бизнес. Так вот, с точки зрения управления компанией, должны решаться две задачи. В большинстве случаев в России решается только одна из них – это заработать прибыль. По-научному это называется приумножить вложенный в компанию капитал. Приумножить. То есть мы зарабатываем прибыль, капитал растет. Мы его и реинвестируем. И при удачном реинвестировании он и дальше растет. Но есть еще вторая задача очень важная. И она, правда, понятна даже любому простому человеку, который пытается какую-нибудь небольшую даже сумму денег инвестировать. Вторая задача – сохранить вложенный в компанию капитал. То есть не дать ему быть потерянным, похищенным в следствии должностных преступлений, неэффективно инвестированным, растраченным на сверх, скажем, нерациональные затраты и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, в мировой практике есть четкое разделение функций, если можно так сказать, глобальное. Вся компания целиком, от снабженцев до производственников и продажников, занимается приумножением капитала. Единственная служба стоит особняком. Финансово-контрольные службы отвечают за сохранение капитала. Поэтому их и называют главными акционерами. Дальше цепочка рассуждений выглядит следующим образом. Чтобы сохранить капитал, нужно предвидеть и избегать ситуаций, в которых он может быть потерян. На определение звучит следующим образом. Ситуация с вероятностным исходом, наносящая компании прямой или косвенный материальный или нематериальный ущерб, называется риском. То есть в основе этой деятельности лежит управление риском. И Михаил Алексеевич уже показал вам очень важный организационный аспект, что должна быть трехуровневая система. Почему контроль сложная функция? Она еще и многоуровневая. Нижний уровень – это внутренний аудит, который подчиняется финансовому директору. Среднее звено – это КРУ, которой должно подчиняться Совету директоров. И верхний уровень – как раз владельческий контроль. То, что в российских крупных корпорациях по законодательству называется комитет по аудиту. Если вы знаете, есть такой. Формируется из независимых директоров. И очень проблемный такой для топ-менеджеров орган управления, потому что эти независимые директора всякие вопросы задают провокационные. Не буду уточнять, какие. Но о результатах распределения годовой прибыли в том числе. В основе управления рисками лежит комплексная оценка и диагностика бизнеса, которую можно назвать термином аудит. Мы сейчас не имеем в виду аудит бухгалтерский. Аудит учета здесь как бы стоит в стороне. Имеем в виду внутреннюю оценку. Я постараюсь сейчас показать несколько примеров. В основе аудита в том числе лежит количественный анализ отчетности и показателей, что можно назвать термином финансовый или бизнес-анализ. Ну и завершаем цепочку моих логических построений. Анализ требует наличия качественной, полноценной, полноформатной, своевременно составленной, достоверной управленческой отчетности. То есть информацией, касающейся всех ключевых вопросов управления бизнесом. Ну и напоследок я предлагаю вам еще одну дилемму оценить с точки зрения глубины вашего опыта и с точки зрения даже философии некой успешного управления бизнесом. Посмотрите внимательно то, что я нарисовал на флипчарте. И попытайтесь оценить то, что называется диалектика, борьба противоположностей. Дело в том, что цель слева прямо противоположна цели справа. То есть между ними прямое противоречие. Это главный методический внутрикорпоративный конфликт. Чтобы приумножать капитал нужно инвестировать, открывать новые бизнес-единицы, наращивать затраты на маркетинг и продвижение, нанимать персонал в филиалах и в подразделениях. Чтобы сохранять капитал нужно делать все ровно наоборот. Закрывать убыточные бизнес-единицы, отказываться от рисковых инвест-проектов, вместо инвестирования заниматься резервированием, то есть накапливать деньги на черный день. Так вот, эта управленческая дилемма для нас, консультантов, является очень важным критерием. Та компания, которая сможет реализовать обе задачи у себя в управлении, а делается это должно именно с подачи владельца, потому что он главный идеолог, он главный, ну как скажем, заказчик и одновременно главный куратор. Вот та компания, которая научится решать обе задачи параллельно, она освоит не науку менеджмента, а искусство менеджмента, потому что наука здесь уже не дает ответов на все вопросы, как выстроить сочетание технологий и задач, так, чтобы работали оба этих сложных инструмента. Ну и в качестве некоторых примеров давайте я проиллюстрирую вам некоторые интересные картинки. На странице 18 мы решили в виде такого незатейливого образа показать весьма существенную закономерность. Посмотрите, в виде дерева с листочками мы нарисовали функции финансовой службы. Вот у меня в цвете на экране, то, что раскрашено цветом, эти функции и были, и останутся функциями финансовой службы. А то, что нарисовано по краям картинки пунктирным, скажем, в пунктирных листочках, эти функции в большинстве компаний в мире вырастают на дереве финансовой службы, то есть вырастают как развитие этих функций, но потом уходят в самостоятельную жизнь, то есть отделяются и начинают работать как полноформатная внутрикорпоративная самостоятельная модель. То есть из обычного финансового анализа в малом бизнесе, расчет показателей оборачиваемости, ликвидности, платежеспособности. Со временем компания с ростом своих операций должна выстроить финансовый контроль. Следующая стадия – внутренний аудит, и это останется функцией финансовой службы. А вот дальше при правильном развитии из этого должен вырасти полноценный бизнес-анализ, полноценный внутренний контроль, полноценная система управления рисками, которая станет уже не только элементом финансового управления, а станет общей корпоративной задачей. И в этой картинке мы поместили две очень важные мысли. Первое. Если топ-менеджмент компании-владелец хочет получить когда-либо в свое распоряжение вот эти вот очень интересные инструменты, то развивать и усиливать нужно именно функции финансовой службы. Одно из исследований компании PricewaterhouseCupers говорит, что внедрить риск-менеджмент извне в компанию технически можно, но в 95% случаев произойдет отторжение всем коллективам компаний этих со стороны нанятых, пусть даже очень профессиональных, варягов. Я понятные сейчас вещи рассказываю? Только в 5% случаев нанятый со стороны высококвалифицированный персонал по решению сложных задач контроля рисков в компании приживается и начинает приносить пользу. Это мировая статистика. В 95% случаев успех лежит, пусть достаточно в долгосрочном, но в выращивании этих функций изнутри. То есть опять-таки российские компании стоят на развилке. Этот опыт международного бизнеса принимать к сведению или нет? Доверять ему или нет? Иностранные эксперты говорят, что гораздо более надежно и эффективно выращивать эти функции внутри. Собственно, это и есть вторая мысль глубокая, которая здесь вот на этой незатейливой картинке позиционируется. Вторая мысль, что главная миссия финансового директора в компании должна сводиться не к учету, не к оптимизации налогов, не к поиску кредитов в банках, а к тому, чтобы вот это дерево росло и процветало, и чтобы на его веточках зрели технологии, которые в будущем станут вот этими вот интересными инструментами очень, скажем, сложного характера. Ну, это достаточно смелая мысль для российского, скажем. Топ-менеджмента на семинарах мы видим практически чаще всего одну и ту же реакцию вот на эту картинку, удивление. То есть в большинстве случаев в России функции финансовой службы ограничиваются четырьмя задачами. Введение бухучета, налоговая оптимизация, привлечение кредитов с банков, ну и оперативное планирование. То есть даже не бюджетирование в полном смысле, оперативное планирование. А тут я рассказываю о таких странных, в принципе, может быть, долгосрочных сложных задачах, что внутренний контроль вырастает на ветках, скажем так, проекция и более глубокое развитие функций финансовой службы. Почему так? Сейчас я постараюсь эту мысль аргументировать. Михаил Алексеевич хотел, чтобы я предоставил вам, насколько время позволяет, краткую справку по рискам. Так вот, давайте взглянем на этот сложный аспект. Дело в том, что все риски можно разделить на две группы по источникам их возникновения. То есть откуда они появляются, эти риски, угрожающие разным аспектам деятельности компаний. Собственно, возникают они из двух источников. Внешний и внутренний. Внешние риски в мировой практике в большинстве случаев относятся к категории неуправляемых рисков. То есть их невозможно остановить, их невозможно обойти, их невозможно предотвратить. Вся система риск-менеджмента в области управления внешними рисками сводится к двум задачам. Спрогнозировать и предвидеть их, то есть предсказать. А второе, иметь резервы и наличные деньги, страхование, чтобы покрыть убыток, нанесенный этими рисками. Опять-таки задаю вопрос, я понятно сейчас рассказываю. Внешние риски невозможно ни остановить, ни обойти. Ну вот вы сейчас наблюдаете, что происходит в мире, да? Как может обычное предприятие защититься от резкого упадения спроса и продаж? Автоваз собирается в этом году 4000 человек увольнять. КамАЗ перешел на трехдневную неделю. Казалось бы, при чем тут, там, Украина, колебания на биржах, валютные курсы, это же узколокальные рынки, там, внутренние. Однако глобализация стала влиять очень драматично, даже на самые, казалось бы, внутренние российские отрасли. Так вот, выделяют пять основных факторов внешних рисков. Ну, сейчас на первом месте, на первых двух местах макроэкономика и политика, что еще буквально лет 10 назад совершенно не играло ключевой роли. Ну, даже не 10, наверное, 15-20. А сейчас стало выходить на первое место. То есть достаточно с утра выйти негативным новостям, как мы все с вами по цепочке начинаем наблюдать очень интересное развитие событий. Вот это, там, изменение банковских кредитных ставок, ужесточение условий выдачи займов. Это все по предприятиям наносит достаточно серьезный, скажем так, негативный эффект. Сюда еще относятся примитительно к России и к другим странам законодательства. Хотя и пытаются многие компании решать свои задачи крупные через лоббирование. Но, как вы видите, даже у табачных и у водочных компаний не до конца свои интересы отстаивать получаются. Хотя они пробуют. Климат еще в последнее время стал выходить, скажем, на сцену, играть серьезную роль. А вот фактор, который последние 50 лет был главным в области внешних рисков, он сейчас скатился на последнее место, его даже уже риском никто не считает. Конкуренция. То есть, настолько серьезно стали влиять предыдущие четыре фактора, что пятый уже скатился к уровню текущих задач, проблем. Подумаешь, конкуренция. Что сейчас в политике, какое решение примут, так и будет страна в этом году жить. Еще раз напомню, внешние риски являются практически неуправляемыми. Все, что может сделать компания, она должна обязательно это делать. Потому что превентивный контроль всегда эффективнее, чем постфактный. Он позволяет избегать негативных ситуаций, малой кровью, скажем, решать возникающие проблемы. Кстати, в русском фольклоре есть поразительным образом взаимно противоречащие поговорки пословицы. Одна из них говорит о том, что русский человек не склонен в долгосрочной перспективе рисками управлять. Это пословица, пока гром не грянет, может не перекреститься. Есть другая пословица, которая говорит ровно об обратном. Что умный человек найдет выход из трудной ситуации, а мудрый человек, продолжите фразу до конца, в нее не попадет. Да, это фактически прямая цитата по риск-менеджменту, то есть умение обходить и лавировать разными способами. То есть предвидение и наличие средств и финансовых возможностей для компенсации нанесенных этими рисками потерь. Вот и все, что сводится к управлению, скажем, в этой области. А вот внутренние риски, это как раз то, что находится в прямом доступе, в прямой зоне влияния и владельцев, и руководителей предприятия. И здесь самое интересное, самое интригующее. С точки зрения практики, за последние 300-400 лет ничего не изменилось. Самым главным источником всех внутренних рисков предприятия является его собственный персонал. Действие или бездействие сотрудников или руководителей и есть главный источник всех видов рисков. Отсюда логически возникает вывод, что главной защитой от этих рисков, кроме подбора персонала, является что? Правильная выстроенная мотивация. Ну, допустим, на базе, как сейчас можно говорить, ключевых показателей. А вот теперь достаточно серьезный вывод. Знаете ли вы, что во всем мире существует два подхода к мотивации. Есть стимулирующая мотивация, есть ограничивающая. И, скажем, в развитых странах их стараются применять в балансе 50 на 50. Растись перекос в стимулирующую мотивацию, по нашим оценкам, 90% против диски. Что такое стимулирующая мотивация? Продал товар, получи бонус. Выполнил квартальный план работы, там отчеты составил вовремя, получи премию 13. Что такое ограничивающая мотивация? Продал товар, на работу не опаздывал, но все равно нарушил что-то, что нельзя нарушать. Что ухудшила в других участках работы компанию или поставила под угрозу. Тогда идут различные не очень приятные последствия. Теперь посмотрите внимательно на следующую страницу вашей презентации, где приводится набор ключевых функций финансовой службы. Обращаю внимание на пункт четвертый. Самый редкий с точки зрения применения на практике пункт. Финансовые службы во всех развитых странах, в крупных компаниях принимают обязательное участие в разработке системы мотивации персонала, чья деятельность создает или может создавать риски для компаний. Пункт встраивания в их мотивационные модели и формулы вот этих самых ограничивающих показателей. То есть это как флажками ограничивается зона, за которую нельзя заступать при достижении поставленных целей. Давайте с вами смоделируем простейшую ситуацию банально. Если директору по продажам поставить цель, но не поставить ограничения, что сказать отныне, с сегодняшнего дня твоя задача только одна – рост выручки любыми средствами. Максимизация продаж – главная цель директора по продажам. И не дать ограничения. Правильно, первое – пострадает маржа. Как заманить клиента, если есть спрос? Отдавать ниже себе стоимости. Второе – будет проблема посложнее и подолгосрочнее. Он будет отдавать товар без оплаты. А платите, когда сможете. То есть у финансиста в отчетности дебиторская задолженность зашкалит за все разумные пределы. То есть вот где ограничивающая мотивация. Надо добиваться роста выручки таким образом, чтобы не превышали, допустим, значение такие показатели, как доля дебиторской задолженности к активам. Ну, это я просто примеры с финансовой аналитики привожу. Или, допустим, показатель рентабельность продаж. Чтобы не снижался ниже какого-то уровня, это чистая прибыль к выручке. За это, конечно, финансистов недолюбливают, как и контролеров. Я просто почему эти функции очень близко друг к другу отношу, финансы и контроль. В малом бизнесе финансы будут подменять систему контроля, потому что, я сказал, главный инструмент контроля – анализ отчетности. Какая отчетность в компании есть всегда, независимо от его развития. Финансы, она есть всегда, как минимум, бухгалтерская. То есть, финансовая отчетность в распоряжении топ-менеджеров есть всегда. Нужно уметь ей пользоваться. В более сложных случаях в крупном бизнесе функция контроля, как я уже показал, на дереве, из функции финансовой службы вырастает, становится самостоятельной функцией, уже большой, но все равно они работают в тесной связке, в паре с финансистами. И, собственно, возникает вот эта вот ситуация защищенности. Я еще раз подчеркну, здесь вот на этой схеме, в принципе, самая главная мысль, которая посвящена именно нашему мастер-классу «Владельческий контроль», что у владельца есть капитал, капитал самое ценное, что он инвестирует, ну, кроме своих знаний, там, здоровья и времени. И две задачи нужно решать, две. При этом они, к сожалению, задачи, скажем, находятся в противопоставлении. И мы на многих семинарах такую фразу формулируем, которая для многих руководителей нефинансовых служб, или сложно ее понять, и они, скажем, с ней не согласны. Главный постулат управления финансами – надежность всегда важнее доходности. То есть то, во что инвестируется, в первую очередь, вы вспомните, посмотрите, что происходит в мире. Почему при малейшей нестабильности все деньги со всех бирж там и рынков убегают в американские казначейские ценные бумаги. Ну, что же им там так нравится? Там 0,5% годовых, там, совсем копейки. Что им там нравится? Стопроцентная надежность. Потому что Америка обеспечивает свои ценные бумаги печатным станком. В случае чего они допечатывают деньги. Количественное смягчение. Нет такого больше инструмента в мире, имеющего стопроцентную надежность. Ну, и поэтому руководители, которым доверено управление капиталом, а владелец должен эту модель проецировать с помощью своих, скажем, взглядов, убеждений, как говорил Михаил Алексеевич, влияние, должен задавать определенный баланс. То есть, вот, надежность и доходность, в каких пропорциях это будет в компании реализовано? 50 на 50? 40-60? До сих пор в высших учебных заведениях экономистов, финансистов на факультетах соответствующих учат базовому принципу, с которым мы принципиально не согласны. Принцип звучит так. Главная цель бизнеса – максимизация прибыли. В любом учебнике по управлению рисками сказано, чем больший доход хочет получить инвестор, тем на больший риск он обрекает свой капитал. И обратная зависимость. Чем меньший риск готов принять инвестор, тем меньший доход он заработает. То есть, во фразе «главная цель бизнеса – максимизация прибыли» не высказана вторая очень важная часть. Какая? Максимизация прибыли при максимальных рисках. То есть, мы тогда, преследуя эту цель, получается, сами себя ставим в ситуацию, я предупреждал, что рассказ на заме финансиста. То есть, может быть, немножко непривычно для управленцев, которые имеют взгляд на бизнес с точки зрения операционных или немножко других вопросов. Ну и в завершении уже своей части я, в принципе, самое важное рассказал. Давайте посмотрим еще несколько таких моделирующих слайдов. Вот 20-й слайд хотел показать вам. Взаимосвязь двух видов контроля. Внутренний контроль показан в виде внешнего большого круга, пунктиром. То есть, это контроль всей организации, включая владельческий контроль, то есть, со стороны владельца. А внутри есть круг поменьше, под названием финансовый контроль. И мы постарались с помощью этой картинки отобразить, какую площадь от общих бизнес-задач внутреннего контроля закрывает финансовый контроль. А что такое финансовый контроль? Финансовый контроль – это контроль всей организации, которую вы выстраиваете на основании анализа финансовой отчетности. То есть, все, что отражается в финансовой отчетности, является объектами финансового контроля. Вспомните, что отражается в финансовой отчетности. Выручка, затраты, прибыль, деньги, остатки, посвященные платежи, активы, пассивы во всех видах, ну и показатели. Это все объекты финансового контроля. И если у нас получилось графически это отобразить, то вам должна здесь информация визуально быть доступной, что финансовый контроль, как мы хотели указать, покрывает от 60 до 80% задачи внутреннего контроля. То есть, только на основании финансовой отчетности можно удерживать под контролем от 60 до 80% всей компании. Это очень существенный с нашей точки зрения тезис. Хотя, конечно, есть то, что не относится к финансовому контролю. Это лояльность персонала, доля рынка, клиенты, производственные вопросы. Никто это все, конечно, не отменял. Ну и следующий слайд показывает, из каких элементов состоит финансовый контроль. Субтитры создавал DimaTorzok